МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадуя компании «Гомель», у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите у этого выпуска. Выслухать кожного и допомогли. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, сегодня провел промой телефонную линию. Контроль за вырубкой елок. Держля Сахова с завтрашнего дня переходит на узмозненный режим працы. По шупаковым загаде на новогоднее представление запрашая областный драмтеатр. А зараз об этом иншим больше подрабязна. Помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко, сегодня провел промой телефонную линию. Звернуться до его можно было на протягу трех годин. Об чём ишла размова, ведают наши корреспонденты. Звернуться напрямую до керавников розного узровню сёння можно у основным у двух выпадках. Подчас работы громадских приёмных и приёмов керавников выканавчих комитетов, які проводятся по затвердженному графику, зим можно ознайомиться на сайтах выканкамов. Разом с тым во умовах пандемии основной формой работы с насельництвом стали промы и телефонные линии. Тут ёсь шмат плюсов. По-перше, людям, особливо про отсутнасті уласнага ауто, нема необходнасті корыстацца громадским транспартом. По-другое, ёсь махчымысь дыталёва выучыць агучаную проблему ці прапанову і даць аб'іктыў на адказ. У някаторых выпадках паталіфановавшых просіць выказыць свою просьбу письмова. А прачатаго пра необходнасті да людзей праедуць сами керавнікі, ті створаная па іх распараджанні комісій. Жахар Казельска, рас�казывая аб сапаровдына балілым. Як шыў竉 мае гетага годэ прапрапядзяння гэдзіфікаціі па виня работніка фірмы у яэс гарыуд Дом, але да гетага часу патарпелая сім'я не можа атырмаць компэнсаццую. Памочнік празядэнта абеца абавязкова разабрацца ў сітуацыцый. На контролі Юра Шулейкі будзі і просьба Жихара дома номер 11 по улице Свирыдова у Гомеле. Справа у тем, что двор этого дома с полного часа стал транзитным. Таким чином водители имкнутся обмянуть, працующий на основной дорозе светлофор. По просьбе Жихара у дворы установили знак «Рух заборонены», а Леон практически за все доигноруется. Сегодня люди звертаются до помощника президента с конкретной пропоновой установить так званые «кветковые тумбы», которые допомогут обмеживать рух транспорту. Два раза сбила мальчика. Недели две назад женщина вот здесь переходила и ударила в ногу. И он скрылся, он уехал. Посчитал, за 25 минут прошло 37 машин. Разве это порядок? Люди уже изнывают. Я каждый раз, я выхожу во двор, они говорят, «Владимир Федорович, когда это кончится?» Это зимой еще так, ну что-то. А летом здесь дорогу не перейдешь. Мы пригласим ГАИ, мы пригласим соседей таких, ну деловых возьмите мужиков, которые вот такого вот, так сказать, исполнения, как вы говорите, все четко и понятно, для того, чтобы принять или промежуточное решение, или окончательное. Договорились? Договорились. Мы выйдем где-то вторая неделя января, мы выйдем с вами на связь. Я приеду, да, постараюсь лично. И вместе мы рассудим эти вопросы. Значная колька с ворота утычатся приватных проблем. Нехто не может поделить землю с суседями. Нехто скардится на низкую температуру у квартиры. Некольки человек поскардились на незручности, какие у них возникли, после перевода квартир на перших поверхах под гандлёвые кропки. Усе потелефоновавшие обовязково отрымают отказы, а лес подшатку ситуацию выучат специалисты. Если у него разрешения нету, разрешения, экспертизы и тому подобное, проверим его санитарные вещи, которые касаются вентиляции, вентиляции и приточной, и вытяжной непосредственно, перед тем, как закрывать и давать поручения. Давайте мы не будем спешить с выводами, все посмотрим и потом все четко ответим на все вопросы. Олег Синцюру, Миколай Скинсиян, Валера Гапанько, телерадо и компания «Гомель». Дарыши-жихары Гомельской области могут принять удел в Одесканале незаконодавства. Пропановы можно покинуть у громадской приемной у 106 кабинете Абловы Конкама у аутора Кичатьвер с 16 до 18.1. Меркование и инициативы принимаются як особисто, так и по телефоне 33 12 37. Працуя и электронная приемная для сворота у громадян и юридичных особ. Подрабязности на сайте Абловы Конкама. И до инших тем. Бальничные листы контактам першого узровня у пациентам с COVID-19 тепер могут выписывать не только представники санитарно-эпидемиологичной службы, але и терапевты. Гэта вызначена постановой Саумина номер 705 от Семага Снежня. Зараз факт наявности у громадянина контакту и его узровень може быть усталяваны мониторинговой группой поликлиники подчас наведывания помесцы жихарства або знаходжения пациента с COVID-19. Сегодня у Гомеля працует 39 контактных бригад, у которых выходят терапевты, помощники урача и медсестры. Сегодня внесены поправки в действующее законодательство, которые позволили расширить полномочия работы специалистов контактной бригады и тем самым вводится новое понятие «домашний очаг». То есть, если совместно проживающая семья имеет одного пациента, одного члена семьи больного ковидной инфекцией, остальные члены семьи являются контактами первого уровня. И для этого на сегодняшний день нет необходимости дожидаться эпидемиологического расследования санитарно-эпидемиологической службы. Автоматически контактная бригада фиксирует всех совместно проживающих членов семьи и передает их, формирует список контактов первого уровня. Работающим членам семьи, заболевшего ковидной инфекцией, отнесенным к категории контакты первого уровня, которые не имеют симптомов, дополнительно каких-то обследований и анализов не назначается, а сразу открываются лесные трудоспособности на 10 дней. Но при этом выдается памятка по самоизоляции и в списочном составе контакты первого уровня передаются в контактные центры для дальнейшего наблюдения, в том числе по телефону. Ежедневно вам поступит звонок из контактного центра для уточнения состояния и оценки дальнейшей тактики ведения этого контакта первого уровня. Поэтому дополнительно ходить контактным первого уровня в поликлинике или в больнице, или в том числе в частные центры, нет никакой необходимости. При появлении симптомов у контактов первого уровня необходимо об этом сразу же сообщить врачу контактной бригады, который будет навещать с определенной периодичностью больного ковидной инфекции, либо по телефону в регистратуру. Управление Следующего комитета по Гомельской области завершило расследование криминальной справы у относенных до троих же хоров Гомельской области, які селита летом активно удельничали у массовых беспорадках. 28-годовый мужчина с Гомельского района, администратор региональной суполки у социальной сетцы, заходя выробил два коктейля Молотова, привез их у центра города и схавал у одним из дворов. У вечера 10-го жнивня он приехал на митинг, познайомился с молодыми людьми и пропонувал выкорыстать заготованные коктейли, подпалить городские автобусы, автозак. Усёделя того, как взнять это на видео и повысить рейтинг своего паблика. На проспекте Ленина злочинцы убачили милицейский автомобиль и домовились здесь нецзадуманное. Однако они протягнули увагу правоходцев подозранными поводинами. Молодые люди поспробовались бегче. Один из них кинул у бок милиции бутельку, и она разбилась. Организатора провокации затримали одразу, выканавцов поздней. Криминальная справа, передаденная у прокуратуру. Он начал нам предлагать, что если поджечь что-нибудь, а он бы заснял это на видео, типа как поджигается, как горит. Ну, типа, там, стену дома. Ну, то бишь, от чего последствий не будет, только будет испорчено, якобы, кусок стены и всё. Мы согласились. Продолжила уже тему, только уже тут не касалось стены, а поджечь автомобиль какой-нибудь, автобус, ну, городского транспорта. Держля Сахова завтрашнего дня переходит на взмocненный режим працы для боротьбы с незаконной высечкой новогодних древ. На дорогах краины выставить каля 300 постов. Мин Лязгаз закупил больше за тысячу фотопасток. Камеры працуют в режиме онлайн и мгненно передают дымки на смартфон. Треба памятать, что физичным особам пагражает штраф до 50 базовых величинев. Новогодние древы, набытые на базары ци у Лязгазе, обыйдутся значно тонней. Податковая инспекция Хумельской в области нагадывая рамесникам и уладальникам сядиба об необходности выплаты сбору. У инспекции звертают увагу, что сбор за житявление рамесной идейности и дейности у сферы агроэкотурызму на 2021 год повинен быть выплачены не позднее за 28-е снежня. Сегодня день белорусского кино. Это профессийное свято означается с 1924 года, когда при Наркомате освяты БССР было створено управление по справах кино. Этот год для белорусского кино был очень простым. За пандемией коронавируса и отсутности новых премьер с боку ведущих сусветных студий значительно скратилось колька с глядачоу. В нашей области такая ситуация примусила провести реорганизацию киносетки города Гомеля. У приватности ликвидовано предприемство Кинотаур, его кинотеатры вошли в склад Куб Гомель-Киновидеопрокат. Закономичные кропки гледжения не оправдал себе и проект аута кинотеатра. Выкористание достатково дорогого обсталявания и складаности с репертуаром примусили часово отмовиться от этой идеи. У якости альтернативы зараз у Гомеля разглядается идея организации места массового гадпочинку, где разом с аттракционами проводилась обдемонстрация киностужек под открытым небом. До речи, сегодня означается тенденция трансформации кинотеатра в забавляльные центры. Так само заразу в коммунальном предприемстве Гомель-Киновидеопрокат огушевают планы по организации передновогодней программы. У нас сейчас премьеры начались. Это Барбускины, Семейка Крутц. Идут также премьеры Серебряные коньки, неплохой фильм. Премьера нас ожидается Последний богатырь Корень зла. Какие бы трудности ни были, мы ведь кинотеатры не закрывали, мы всегда рады видеть своих зрителей. Мы соблюдаем все условия для предоставления им прекрасного показа. И мы надеемся, что пока это временные трудности. В любом случае, мы ждем новых проектов. И, конечно, мы надеемся, что все будет лучше. Областный драмтеатр запрашивает юных глядачов и их батьков на новогоднее представление. Трупа подрыхтовала спектакль по мотивах русских народных казок по шупаковым загаде. Это история про счастье, чародейство и цуды. Жил, был ли они выявили. Пошанцевала ему выловить чарованного шупака, який выконывая любые жадания. Хлопец добра скрыстался такой удачой, однако думал больше не про себя, а про жадание инших людей. За такую добрыню лез его добра узнагородзил. Спектакль наполненный песнями и танцами и придется до спадобы глядачам любого взрослого. Режиссер-постановщик музычной казки и автор инсценировки заслужен идею жмастатства в Беларуси Сергей Ковальчик. Сказка ложда в ней намек. Добрым молодцам урок. Нужно воспитывать наших детей, наше будущее в хороших традициях, в традициях, ну скажем, добрых русских народных сказок, потому что в их основе славянское понимание жизни, славянские ценности, природа, любовь, добро. Вот мне кажется, такие вещи надо с детства прививать и тогда наш мир будет лучше. Дорогие друзья, поздравляю всех с наступающим новым 2021 годом. На передзимовых каникулах файе театра перетворать у детячих городок с фотозонами, будут працевать ганлевые кропки с присмаками и новогодними сувенирами. Супрацовники театра примут все меры для безпеки глядачоу, продезинфицируют помешканние и реквизит, зробят шахматную рассадку глядачоу и проветрать залы. Яны перодоляли две с половой тысячи километров, чтобы порадовать и удивить гомельских глядачоу. Говорка идет про четырех белых медведев, которые на этом тыдне прибыли в Гомель с Екатеринбурга. Яны – главные герои новой новогодней программы в цирку. Знайомиться с полночными гостями отправилась Ханна Корольчук. Давай, давай, лапы, давай, высовывай, высовывай, высовывай. А вот эту не надо, ты меня сейчас зацепишь, меня. Эту белую пригожоню зовут Кнопа, что вельми потешно, бояна важит прикладно 400 килограммов. Кнопа и есть собравки Моця, Умка и Дора, профессийные артистки цирка. Можно сказать, навод заслуженная, бо кожность медведя сполнилась по 20 годов. Для их это поваженный взрослый. Однако, долгий шлях до Гомеля яны переодолили добро. Поспели акклиматизоваться и уже выходили на гомельскую арену. По кое-что только для репетиции новой новогодней программы. У каждого есть свой кусочек, допустим, дурочка, там мячик ловит, допустим, она играет на трубе, Умка у нас сидит на арфе, кнопочка, допустим, на барабане. Мочка раньше была дирижером, но потом уже, увы, перестала, как говорится, надоело ей быть дирижером, и она ушла на пенсию с дирижера. Кто-то кульбитик делает, каждый свой кусочек. Белые, они, получается, у них нет таких естественных природных дел, как у бурых, там четыре лапы, у нас рабочие в основном передние лапы. У Гомель этой медведяцы прибыли в першиню, а их дрессировщик Юрий Хохлова прошлый раз был у нас больше за 20 годов тому. Дореча, юная его женка Юлия Денисенко одина, кто работает с этим видом живел. Полярный медведь самый буйный наземный драпежник, и в свете белых медведев засталось не больше за 25 тысяч. Новоковцы занесли живел червонную книгу и навыц засновали кормят, часто мыют и створяют необходимый климат. Сейчас я не знаю сколько у нас. Чуть-чуть теплее, чем на улице. Может 5, может 7 градусов где-то. Стараемся, знаете, чтобы им было естественно, комфортно, чтобы не было никаких вот этих непонятных трюков. Мы берем, скажем, красотой нашей, да, красотуля? Они, во-первых, уже у нас возрастные, мы стараемся беречь, чтобы порадовать как можно дольше зрителям. Премьера программы «Белые медведи» в новогоднем цирку пройдет в эту субботу, 19-го Снежня. Кроме этих мишек, на манеже выступят акробаты и поветренные гимнасты, жонглер и клоун, дрессированные собачки и тхары. С надыходящими святами глядачу уповиншуют любимые казочные герои Дед Мороз и Снягурка. Убачить новогодний показ в Гомельском цирку можно до 10-го студеня. Ганна Корольчук, Игорь Марыщенко, телерадио-компания «Гомель». Это и так само и другие новины. Информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресу www.tvrgomel.by На этом наш выпуск завершен. Доброго вам вечера и до новых встреч в эфире. Де-факто на телеканале «Беларусь-4» в студии Александра Гомоля. Здравствуйте. Сотрудники уголовного розыска задержали серийного автовора. С сентября этого года в правоохранительных сводках стали появляться факты кражи салонов машин. Изучив обстоятельства преступления и почерк, оперативники пришли к выводу, что к ним причастен вор-серийник. Так оно и вышло. Злоумышленником оказался житель областного центра. В конце лета он вернулся из России и встал на кривую дорожку. Высматривал в салонах авто оставленные вещи и совершенно банально, разбивая стекла, совершал кражи. Пострадали владельцы не менее пяти автомобилей. Вор разжился несколькими ноутбуками, мобильным телефоном и неплохой суммой наличности. Несмотря на всю осторожность злоумышленника, сотрудники уголовного розыска его нашли и задержали. 42-летний гомельчанин неоднократно судим за кражи и грабежи. Причем как он на стране, так и в Российской Федерации. С 2008 года он проживал и работал в стране соседки, где и успел отметиться на криминальном поприще. В этом году он вернулся в Гомель, снял квартиру в центре города и стал устраивать вылазки в разные районы областного центра для совершения преступлений. Следователями возбуждены уголовные дела по всем фактам краж из автомобилей. Мужчина арестован. Продолжается работа по установлению его причастности к аналогичным преступлениям. Еще один гомельчанин наворовал на сумму более тысячи рублей, но был задержан охранниками одного из продуктовых магазинов. Мужчина часто прихватывал с собой лишний товар. Это были дорогие продукты или спиртное. Всего таких случаев правоохранителей насчитали более десяти. В Следственном комитете по материалам участковых возбудили уголовное дело. Его фигурант ранее неоднократно промышлял хищениями и был судим за кражу и грабеж. Теперь, скорее всего, Новый год снова отметит в местах лишения свободы. В Житковичах водитель грузового автомобиля сбил женщину на пешеходном переходе повышенной видимости. От наезда пострадавшая скончалась на месте происшествия. Это случилось на улице Социалистической. Водитель автомобиля Форд Транзит на мгновение отвлекся от управления и сбил 45-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу по возвышенному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. Гай обращается ко всем водителям быть на дорогах предельно внимательными, не отвлекаться, особенно проезжая пешеходные зоны и переходы. За истекший период декабря месяца у нас произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы. У нас три человека погибли и 13 были травмированы. Поэтому хотелось бы обратиться ко всем участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения. В частности, пешеходы должны не забывать, что пересекать проезжую часть дороги только в установленных местах разрешено. предварительно убедившись в том, что водители вас заметили и предоставляют вам преимущество в движении. В темное время суток незабываемо возначать себя световозвращающими элементами. Без срока давности инспекторы ГАИ нашли автомобилиста-нарушителя по видео, на котором запечатлено, как тот проехал на красный сигнал светофора. Инцидент в начале декабря записал видеорегистратор одного из участников дорожного движения. Он двигался на своем автомобиле по улице Советской в Гомеле, как неожиданно справа на красный ему перегородил дорогу автомобиль службы такси. Водитель Яндекса чудом проскочил между встречными потоками транспортных средств. В ГАИ рассказали, что нарушителем оказался 43-летний гомельчанин. Мужчина не смог назвать причину нарушения, однако вину признал. Спал и не слышал пожара в доме. В Гомельском районе работники МЧС спасли мужчину. Около полуночи они приехали в деревню Зябровку по сообщению о пожаре. Увидев задымление в частном доме пошли в разведку. Оказалось, что в помещении находился человек. Он спал на диване в незадымленной комнате. Спасатели вынесли мужчину на свежий воздух и передали медика. Но госпитализация ему не понадобилась. Предполагаемая причина пожара – неосторожность с огнем. Всего же за прошедшие сутки на территории Гомельской области было два пожара. Один человек спасен, одно строение повреждено. Конечно же, не обошлось без нарушений правил эксплуатации печей и теплогенерирующих устройств. Предположительно, по этой причине горела дача в Калинковическом районе. Но обошлось без пострадавших. Это все новости к этому часу. Берегите себя и оставайтесь на «Беларусь-4». На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Прошли очередные поединки мужского и женского чемпионата в Беларуси по волейболу. Мозырская жемчужина Полесье в домашнем поединке обыграла Минчанку-2 со счетом 3-0. Гомельская энергия победила брестскую команду «Западный Бук» в последнем домашнем матче этого года. В первом сете были сильнее хозяева. Паркеты во втором уже гости. В третьем подопечные Романа Аплевича вновь вышли вперед. Но в четвертом брещане снова восстановили паритет. На тайбреке сильнее оказались хозяева. 16-14 и оформили победу в поединке. Итоговый счет 3-2. Отмечу, что в первом круге в очном поединке в Бресте команды также провели максимально возможное количество партии. Матч выдался очень сложным. Приличную борьбу нам навязал Брест. Ну, наверное, тут больше опять в очередной раз наша вина. Не показали той игры, которую должны вы, наверное, показывать. Ну, и плюс ротация состава. Хочу дать всем поиграть. Первый сет как уверенно выиграли. Ну, а дальше хотел немножко дать поиграть тем ребятам, которые меньше играют. Но в итоге где-то затянули, где-то не пошло. Сейчас разбираемся, в чем дело, почему в такой яме мы. Потому что я считаю, что мы сегодня должны были сыграть намного лучше. Но будем разбираться, делаем выводы и продолжаем усиленно работать. Результат для нас, так сказать, неожиданный. Мы не ехали сюда за такой борьбой, потому что не смогли собрать всю команду. У нас команда многие работают. Среда для нас не лучший день для игр. Но собрались, сыграли и за себя, и за партнера. Я считаю, что неплохая игра была и со стороны энергии, и с нашей стороны хорошая борьба. Я думаю, что все впереди, еще второй круг не закончен. Будем бороться и играть. Завтра мужская сборная Беларуси по гандболу начнет подготовку к чемпионату мира, который пройдет в Египте во второй половине января. На предстоящий учебно-тренировочный сбор главный тренер сборной Беларуси Юрий Шевцов вызвал 29 гандболистов. В их числе игроки Гомеля, угловой Эдуард Ярош и полусредний стартом мирового первенства беларусы сыграют два матча к квалификации чемпионата Европы 2022 года против команды Норвегии. 5 января дома и 8-го на выезде. В Египет белорусская сборная отправится 11 января. Дубль мужского гандбольного Гомеля одержал очередную победу в чемпионате страны во втором дивизионе. Подопечник Сергея Цыганкова обыграли столичный РЦОР 35-29. Станислав Шафалович самый результативный в рядах победителей и 12 голов. В турнирной таблице Гомель-2 поднялся на четвертое место. Состоялась жеребьевка четвертьфинальных пар Кубка Беларуси по мини-футболу. Участники этой стадии станут известны в ближайшие выходные. В четвертьфинале может состояться областное дерби. Для этого Гомельской БЧ и Светлогорскому ЦКК необходимо обыгрывать столичные штурмы и Динамо БНТУ соответственно. Победитель пары Реческий Метрополис Гомельской ВРЗ в следующей стадии встретится либо с Лидой либо с Борисовым 900. Поединки 1-8 финала пройдут 19 и 20 декабря. Четвертьфинальная стадия будет состоять уже из двух поединков. Первые матчи состоятся 23 декабря ответные 27-го. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.